Ну, конечно, основные события разворачивались не в Германии, где они завершились, во всяком случае, на сегодняшний день, а разворачивались они в Аргентине, где всё и началось. Вместе с кокаиновым скандалом, о подробностях которого, о этих подробностях, удалось узнать нашему коллеге Сергею Морозову прямо сейчас, потому что вопросов ведь остаётся много в этом деле, за которым Россия и весь мир наблюдали на протяжении последних семи дней. Кто остальные фигуранты и действительно ли шести людям было под силу устроить такую аферу? Арест Андрея Ковальчука меняет в этой истории всё. Он больше не загадочный мистер К, человек без свойств и фотографий. Он начнёт говорить. Как ему, по версии полиции, главному организатору кокаиновой аферы удалось ускользнуть, когда всех арестовали? Как он укрывался в Германии? Мог ли он скрываться в посольстве России в Берлине? В посольстве говорят, что не имеют к этому человеку никакого отношения. В структурах, в системе МИД России Андрей Ковальчук никогда не работал. Ни в центральном аппарате, ни тем более в департаменте безопасности, о чём тоже информация распространялась. То есть никаких связей, официальных трудовых связей Ковальчука с посольством нет. Но уже когда Ковальчук был официально в розыске, он заходил к своему знакомому Константину Лоскутникову и заявил, что, как обычно, дежурит в посольстве, а вообще собирается отойти от дел. Константин очень удивился, узнав, что Ковальчука называют сотрудником его фирмы. Для него он всегда был знакомым из посольства. Он всем представлялся неким куратором посольств в Европе и Латинской Америке, многозначительно умалчивая, по какой линии. Слухи о Ковальчуке ходили такие. Бывший военный, окончил лётное училище, потом вроде высшую школу КГБ, потом учился на психолога, а затем работал психологом перед тем, как податься в МИД. Он пришёл и говорит, а вот можно поторговать, там сигару, можно. Я его всё время пытал, когда же в конце концов, когда же пойдут твои клиенты, когда же пойдут продажи, когда же пойдут... И всё, ну, пока ты будешь вообще в конце концов зарабатывать деньги. Неудачливый бизнесмен, любивший прихватить сигары или коньяк на образцы и вдруг покупает партию кокаина на десятки миллионов долларов. Их обычно показывают по одному, но мы решили собрать весь товар вместе, чтобы показать объём товарной партии. Он огромен. 12 чемоданов белого порошка. Рук не хватит одному человеку всё это перетаскать. А сейчас поставим эксперимент. Попробуем все эти чемоданы затолкать под лестницу, как они и лежали в Буэнос-Айресе. Ну, не знаю, какие лестницы в школе в Буэнос-Айресе, а только у нас эти чемоданы перегородили почти всё. А ведь в той подсобке, по отзывам, было ещё много всего. Были швабры, был старый бюст Ленина. В общем, пройти мимо этой кучи было совершенно невозможно. Именно Андрей Ковальчук через своего адвоката распространил самую каноническую версию обнаружения наркотиков в посольстве. Интересно только, от кого он мог её узнать? Новый завхоз Рогов стал принимать имущество посольства. Обнаружили пакеты, а потом выяснилось 360 пакетов. Соответственно, доложили послу. Посол информировал Москву, МИД. МИД прислал двух сотрудников ФСБ, экспертов из Института криминалистики, которые 8 декабря вскрыли и экспресс-методом определили, что в одном из этих пакетов находятся наркотики. Сам Ковальчук утверждает, что наркотики в его чемоданы подбросили аргентинские и американские спецслужбы. Вот ещё что интересно. Посол сначала вызывает ФСБ из Москвы. Мог ли он не сообщать аргентинской полиции? Замять дело, провести внутреннее расследование. Благо, сотрудники ФСБ были под рукой. Загадка. Много загадок о поведении его партнёров, которых арестовала аргентинская полиция. Александр Чикало доставил чемоданы в аэропорт. Уроженец Владивостока, окончил там колледж Приморской академии. В Аргентине работал судомехаником. Иногда выезжал в Россию, где посещал город Грозный и штаб-квартиру Российского футбольного союза. Друзья в шутку называли его Чикатило. Хотя нрава он был без злобного. Не пил, не курил и в драку никогда не лез. Как оказался в этом наркотрафике, непонятно. Иван Близнюк, легенда местной полиции, тоже выходец из России, начинал работать в морской префектуре, потом налаживал связи местных правоохранителей с Россией. Близнюк и Чикало руководили фондом православных меценатов в Латинской Америке. И по совпадению, организацию с похожим названием «Клуб православных меценатов» возглавляет в Германии Константин Лоскутников. Вскоре после того, как в школе Буэнос-Айреса нашли наркотики, там сменился директор. Алексей Ларин уехал на родину и вернулся на должность сельского учителя в Брянской области. В разговоре с RTVI он отказался говорить под запись, но упомянул, что чемоданы хранились в подсобке в отдельном здании, куда он никогда не заглядывал. О наркотиках он ничего не слышал, с завхозом общался, но не очень близко. Да и сами чемоданы принесли на летних каникулах, когда школа стояла пустая. Завхоза посольства Али Абянова задержали в Москве, где он, по идее, должен был встретить груз, но не встретил. Вот здесь, на улице Василисы Кожаной, в Москве, а вовсе не в аэропорту при получении чемоданов, и был задержан бывший завхоз посольства Али Абянов. Причём, как утверждает его адвокат, этих чемоданов в Москве он даже в руках не держал. Якобы они проследовали доставкой и были получены двумя гражданами, с которыми Абянов даже и не знаком. Удивительная беспечность, если вспомнить все трудности с выцарапыванием этого багажа из аргентинского посольства. Но есть ещё одна удивительная деталь. Если встать на точку зрения следствия и предположить, что в этом грузе был кокаин, то как можно было так отпустить этот товар на 50 или даже 70 миллионов долларов и быть полностью уверенным, что он спокойно пройдёт таможню не только в Аргентине, но и в России. Ведь, как нас уже много раз уверяли, это не была дипломатическая почта. Теперь арестованные начнут давать показания в трёх разных странах. И, вероятно, мы увидим три разные картины преступления. Неизвестно, какие новые имена из страны всплывут в этом расследовании. И, наконец, узнаем ли мы всё-таки, кем на самом деле был Андрей Ковальчук. Сергей Морозов, Константин Гальдезвайк, RTVI.